Илюха всему голова! Всем доброе утро! Это влога неделя, день номер три! Приветствую вас! Как поживаете? Мы нормальные, мы сейчас собираемся в кино на «Бегущий в лабиринте» называется. Давно хотели сходить, наконец у нас это получится. Попа! Чего в стерек мне попал? Что-то не упало. Пускало. Все-таки смотрите, какая офигенная штука-то. Можно сразу стереть. Ой, вообще. Вот эти мне нравятся. А эти мне нравятся еще больше. Крутяк! Возникла у меня еще одна идея записать ролик на тему, сколько стоит отдохнуть в Таиланде или сколько стоит путешествия в Таиланд. Пока еще не знаю, как назвать. Над этим я еще подумаю. Но хочу вам предоставить все цифры, потому что, ну, согласно статистике, которая идет по влогам, все спрашивают там, сколько или это, сколько то. И первый выпуск вложек, ну, да, он помог, но не особо, все равно там остаются у вас вопросы. И сделаю выпуск. Сейчас вот, наверное, возьму, напишу все, что мы потратили и сделаю такое короткое отдельное видео, как раз, где будет полностью цифра и расписано, сколько стоит перелет, сколько стоит проживание. Ну, вот в нашем случае. Думаю, что вам будет интересно. Да, я именно так и думаю. И надеюсь, хоть кому-то будет полезно смотреть, чтобы перед тем, как начать писать название ролика, как он будет называться, Вообще, лучше всего сначала продумать, ну, статистику, то есть, будущее. Есть такая тема, как Google Тренды. Правда, набираете Google Тренды, переходите в такую форму и добавляете, к примеру, там, Таиланд. Можно написать так, он покажет статистику. Ну, здесь, видите, 70, это не в просмотрах, а типа уровень запросов. И плюс добавляем Та-й-ланд, то есть, разница в и кратко, и и. И смотрим, что Та-й-ланд, он ищется лучше. Лучше тогда в названии использовать такую тему. Вот, если, блин, мне кажется, вам будет полезно, если вы начинаете вести свой видеоблог. Конечно, только срюхаю, и получат такие лайфхаки. Да, я же уже на YouTube давно, с 2009 года. Блин, офигеть, почти 5 лет. Вот так рождается название ролика. Смотри, что мы получаем. Значит, который синенький у нас через И, Таиланд, он смотрится плохо, поэтому мы его вычеркиваем. Синенький, он самый нижний. Дальше, сколько стоит? Видите, статистика по синенькому. Она только повышается, значит, это нужно оставлять. Дальше, отдых. Видите, он у нас такой периодичный. То есть, летом он актуален, зимой не очень. И сколько стоит, к примеру, путешествие. Видите, путешествие у нас, оно вообще в самом низу. То есть, лучше писать, сколько стоит отдых и вот дальше в Таиланде. То есть, вот, в принципе, такая статистика будет самая лучшая, на мой взгляд, для названия этого ролика. Ну и можно уже вот начинать с названия. Круто, да? Вот, видите, уже название есть, а все остальное уже приложится. Вот, ребят, видите, вот так вот, в принципе, создаются ролики на высшем уровне, наверное. Надо заправиться, вот, десятки набираю, чтобы ровно тысяча была. 900 рублей. Что же попало? 900 рублей есть, да. Вот, на заправку еще сотню, так вот, десяточками отдам. Вот это осень, вот это я понимаю. Дождик и листочки летят. Все, ребят, лето официально закончилось. Теперь дождик, листочки и скоро вообще пойдет снег. Ребят, можете в комментариях похвастаться, какая у вас температура в городе. У нас сейчас плюс 10, вот идет дождик. Сегодня у нас вторник, 30 сентября. О, скоро все, октябрь уже. Прикинь, сентябрь так быстро прилетел, мы его, считай, полностью провели в Таиланде. В Таиланде что-то уже нам это прям, все, край наступил. Месяц в Таиланде нас, по крайней мере, меня точно убил. И хочется уже куда-нибудь дальше поехать. В какую-нибудь тоже, либо азиатскую страну, либо в Америку. В Америку мы очень хотим поехать. Вспомнил вчерашний свой влог и хочу небольшую ясность внести насчет, помните, я вам говорил, что мы сейчас работаем. Так вот, мы работаем вдвоем, работаем в интернете, вот, не значит, что я только один работаю. Не будем к этому вопросу больше возвращаться. Я еще не знаю, что скажете про этот влог. Но надеюсь, все будет нормально. Ну все, поехали дальше. А-а-а, наш родой МКАД. Московская кольцевая автодорога. Непривычно по всему этому ездить. А вот люди, которые на год выезжают из России. Ты вообще же приезжаешь, ты как, это, в другое прям место. У тебя все другое. Когда сейчас машинку непривычно так рулить. Давно мы что-то на парковках снимали. Сейчас хорошо. Народа в кино мало. Я надеюсь, что мы будем практически одни в зале. Это что-то подумал. Мы так давно не были в кино. Нью-Йорк. Нью-Йорк белая дача. А лучше, конечно, вообще в Нью-Йорк. Все, что-то идея зародилась. Америка, Америка, Америка. Будем так по Брадуэю и Тайм-сквер прогуливаться. Ну, когда-нибудь. Покупаем билетики опять на большом айпаде. Кстати, удобно сделали, не надо спускаться. Здесь вообще никого нету. О, два берета, 360 рублей. Это утренний сеанс. Хотя можно в Москве за полтинник найти. Но этот кинотеатр будет, конечно, не айсовый. Здесь хотя бы прикольно. Как тебе ощущения? А можно его перевернуть? У-у-у, прикольно. Не, ну, твой... Большой. М-м-м. Какой-то чувак нас еще приветствует. Да, ребята, он что-то прям большой какой-то. Зашли потрогать все в рестор. Однозначно могу сказать, что плюс я точно брать себе не буду, да. Плюс это прям вообще... Это айпад еще целый. Неудобно. Топаем на премьеру вложек. На большом экране. Вложки 2. Начало. Ладно. Что, кто есть? Ребята, нашел себе следующую игрушку в М-видео. Смотрите, какая тема. Это музыкальный центр Миди называется. Прикиньте, можно скречить. Вот это колоночки. Боже мой. Вот моя рука. Какая колонка. Охренеть. Так, поехали. Ну, у меня опыт-то уже есть. Кстати, я вам скажу, что «Бегущий в лабиринте» Мейс Раннер, это охрененный фильм. Меня прям доставило. По моим оценкам, из 10 баллов я им даю девяточку. Уверенную. Это фильм-загадка. Весь фильм-это сплошная загадка. Идем на кассу? Идем. Ну. Идем. Давай, иди. Окей. Тогда мы будем вместе сниматься. До самого конца... До самого конца серии... Это... Точнее, серии фильма. Первого. Это было просто жесть. А почему в BoxLand где-то не платят? А где XboxLand? А, да ладно, он же продается. Прикольно, 2990. А здесь это, кинекта нету, да, получается? А здесь тоже нету. А здесь игрушка еще. Слушай, прикольно, да. То есть официально 22 тысячи. Блин. В Таиланде дороже что-то. Помните, мы когда были там, там что-то 27 он стоил. Пойдем на кассу. А без 4 за 28 тысячи делали. Одинаковая цена. А. А-а-а. Все понятно. Ну ладно, XboxLand. Не, я за PlayStation что-то. Но здесь он виден за игр. Не знаю, Microsoft. Ребят, вы за что? Я за PlayStation. У нас 4, пойдем искать. Вот, 74. А вот это что-то какого. 74. Короче, фильм офигенный. Всем советую. Мейс Раннер. Бегущий, вы берите, покупайте. Вообще, надо заделаться кинокритиком. Ходить на премьеру фильма. Потом говорить, этот фильм какашка. Этот фильм хороший. Тогда будут все проплачивать. А мы решили заехать в Икею. Это, типа, через дорогу. Потому что у нас мега на две части разделена. Новая, старая. В Икею за батарейками. Там очень хорошие батарейки. Мне нравятся. И какой-нибудь светильничек купить. Да, мой маленький такой, чтобы можно было процепить. Икея везде одинаково. А теперь мы в лабиринте Икея. У нас так все, ну, переделали. Что все вот так вот теперь тоже находится. Ищи выход. У нас дома профильчески все из Икеи. Ну, вот здесь прикольно. Круто, недорого и долговечно. Что-то мы сегодня решили сабы забрести, перекусить. Наверное, возьмусь и сабня с тунцом. Обожаю, кстати, саб с тунцом. Смотрите, какой у нас модный пакет. Этот, бумажный. И купили коврик себе. Специально с отпечатками собачки. Модно, че? А ведь помните, только месяц назад записывал тут видос о том, что мы уезжаем на месяц. Все вот так вот. И мы уже приехали. Быстро время летит, да? Особенно, наверное, вот у меня ощущение быстро летящего времени всегда наступает в Новый год. Вроде, помню, что год назад было, а так вроде очень быстро. Отпраздновал Новый год. И сразу же через там 364 дня опять Новый год. И они так опять быстро пролетают. Хотя в этот год у нас лето было очень длинное. Мне показалось. Мы столько куда ездили с друзьями. Практически каждый выходной где-то зависали. Было круто. Смотри, какая погода. Спогодилось прям. Дочек пропал уже. О, настало время паять. Короче, это это, сварка. Нет, это, короче, вонючая палочка. Сейчас мы, смотрите, ее сюда воткнем. И нашим паяльником запаяем GoPro. Кстати, сейчас я буду снимать ролик про... Блин, хороший паяльник такой. Да, нормально. О, сдуваем. Все. Сейчас будем здесь дышать. О, кстати, слушай, классный кадр. Дым такой заполняет твои легкие. Очень красиво. И тут смурфики еще стоят. А если серьезно, ребят, сейчас я надумаю снять ролик про GoPro 4. GoPro Hero 4 и обычную Hero. Вот, я себе тут накатал небольшую подсказочку. В виде вот такой штуки. И под камеру это повешу. Надеюсь, что как раз мне будет полезно. Потому что, ну, всех характеристик, насколько я не запомню. А подглядывать можно будет. И для сравнения вот эти. Обычную 3 и 3 с плюсом. Вот, ну, соответственно, четверки пока нет. Она не продается. Но рассказать и показать ролики я вам смогу. Все в одном видео. Так, ну, телек мы сейчас распакуем. Спокойно. Осталось только мне вот это повесить. Только вот, я думаю, куда? Чтобы я смотрел на это. А, в принципе, вот даже вот так можно смотреть. Вот вам, кстати, еще и подсказка небольшая. Если вы собираетесь стать видеоблогером и что-то снимать, то можно придумать такую фигню. Она, смотрите. Нормально висит. И смотреть на нее можно с подсказками. Илюха всему голова. Заснял вам видосы. Сам немножко узнал про GoPro. Да, когда снимаешь, узнаешь тоже много нового. Вот эти вот непонятные штуки нашел. Это, кстати, все с YouTube. Беру такие заставочки. Пробиваешь вот там. ScreenSaver HD. Вот у меня такая фигня получилась. Вот, а теперь приступим к монтажу всего этого. Жу-жу-жу. Хотя, наверное, сейчас, нет, не буду заниматься монтажом. Давайте сделаем по-другому. Распакуем телек уже. Наконец-то. Боже мой. Кто еще пилит? Они срезают отопление. Они только включили, и уже срезают отопление у нас. А помните, я вам рассказывал в выпуске про покупки, что он... Так, это у меня убрать. Все, деньги, деньги. Ножик новый появился для распаковки. Вот сейчас мы его откроем и распакуем телек-то. Вообще прикольно такое. Тоненький, маленький и металлический. Я его уже сломал. Ну что, готовы к распаковке, да? Сейчас мы сделаем потише, притачиваем телек. Слушай, ну, конечно, коробка у нее здоровенная, да? Ребята, что-то... Прям ужас, какая большая коробень. Так, давайте сделаем прям вот так вот. Раз. И начнем открывать прям отсюда. Аккуратненько. Еще не уснули? Не уснули, надеюсь. Так, ну, в принципе... И... Вся распаковка. Так. А теперь... Наверное, придется камеру-то положить. Неудобно будет. Что здесь? Очки. Так. Один очок. Точнее, тут два должно быть. Давайте посмотрим. Что за очки? Ву-у-у-у. 3D очки с дужками, смотрите, запасными. А, так. Нет, это не запасные, это один комплект. Что мы вам? Одно очко откроем. Очко. О, смотрите. Тю-ти-ти. Она мощная очки. Можно будет с рутрейкера качать фирмы. Батареечка в комплекте он идет. Ну ладно, дужки пока фиксим. Отложим. А на муртные 3D будем смотреть. Вот так вот. Они там сами будут работать. И будет полное 3D. Ну а пока все выглядит так. Вот тут подставка. Серебристая, хромированная. Здесь пульт, батарейки. Кабель питания. И вот тут непонятная заглушка. Вот сам телек. Сейчас мы его как-нибудь тут чуть-чуть распакуем. Хорошо у него, видите, ранки вообще минимальные. Так, ладно. Пока тоже выключу. Бац. Так, смотри, что здесь происходит. Поставку превентил. Все, ништяк. Она прикручивается к этой, а эта уже прикручивается к телеку. Сзади компоненты. Лановский разъем. Оптика. Аудио. HDMI 1, 2. IR output. Input. SCAR. Еще один USB. А, это USB. Нифига, тут 2 USB. USB TV камера. Можно подключить HDMI. Еще один, еще один. Ну да, я здесь всего 4. Обычная антенна аналоговая. Здесь плюс еще есть и цифровое телевидение. Еще можно подключить эту карточку. Это для того, чтобы смотреть еще тоже телевидение. Есть клавиши включения. И вот джетчик такой, как на PlayStation. Да, в принципе, и все. Здесь питание. Давайте его перевернем, поставим. И вытащим уже этот телек. Ну и разница, как бы вот она. Получается здесь активная часть-то. Вот минусуйте только вот это. А в этом телеке, блин, ну все равно не видите. Вот здесь начинается экран. Заканчивается вот здесь. Ну так-то разница, в принципе, есть. Сейчас поставим Samsung Today. Так, коммуникации все проложены. Значит, получается питание. Здесь у нас... Сейчас, надо фонарик. Давай, iPhone. Фонари. Здесь у нас получается HDMI от AirPlay, Apple TV, HDMI от PlayStation 3, антенна. И здесь выход на наушник, который у меня наверх идет. Вот. И там питание. Да, в принципе, и все, наверное. Ну а теперь мега... Давайте. Включись. Smart TV. Сейчас настроим, посмотрим, как там. Четкость картинки будет. Красиво, да. Звук там через колонки идет. Видишь, как? Я не знаю, правда или это не правда. 60 каналов. Что-то там ищут. Настройка, короче, по обычной антенне сейчас идет. Ничего, старичок, не переживай. Мы тебя поставим в другую комнату. Я вам сразу могу сказать, что пульт от Sony намного удобнее. Во-первых, у него, да, есть подсветка. И по клавишам, тоже здесь они какие-то слишком мягкие, так продавливаются ужасно. Короче, Sony пульт намного круче. Плюс у него еще здесь сзади клавиши выключения. У Samsung такого нету на этом. Видите, даже в телеке есть. Считайте, полтора гига памяти. Ну, свободно, 900 мегабайт. Нормально сейчас. Всяких программах качаю. Хочу. В общем, посмотреть 3D-шку. Сейчас, наверное, приложение какое-нибудь надо скачать, наверное. О, 3D! Ну-ка, а вы так что-нибудь видите, интересно? Через парочку очков. Ну, через одно, наверное, точно ничего не увидите. А вот через две. Ну, ладно. Не, ну, конечно, да, 3D есть. Так-то, когда в санкции и швачках, нормально все. Вот так вот, бац! Машинки в 3D! Вау! Круто! На какие-нибудь фильмы скачать в 3D, посмотреть. Ну, а нормально. Конечно, через Apple TV вообще офигенно идет. Я, правда, немножко не разобрался пока. Почему отсюда AirPlay, ну, какое-то не очень изображение дает. Там 720p. Не знаю пока. Ладно, ребят. Что, наверное, на сегодня хватит. Сейчас Interstellу смотрю. Очень жду Кристофер на Олана в фильме. Спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайтесь на новые ролики. Не забывайте проявлять все социальные сети в описании к этому видео. Instagram, Twitter, группа ВКонтакте. Вступайте. Особенно в Instagram. Там каждый день появляются новые фотки. И будьте всегда очень добрыми к нам. Ведь мы, видеобукеры, снимаем видосы. А я вот, видите, вога неделя. Вау! Вога неделя. Ладно, давайте все. До завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok